Называется Острый узел. Это московский комсомолец. Мы считаем годы, а именно так и есть. Вот по порядку счета я буду комитировать. Разгромный счет. Письмо президенту. Разгромный счет. И ты думаешь, счет какой? Слушай внимательно. Не играем, а не отвлекайтесь. Господа президенты, напрягитесь за всех сил свои математические способности. Хотя с утра в понедельник это нелегко. Кого другого можно было бы попросить заодно напрячь и совесть, и чувство долга. Но это все, как известно, у вас постоянно напряжено. А кто хочет еще посчитать? Чего? Так, подожди. Здесь великая скорбь. Устрел дается президенту. Кто хочет попробовать себя считать? Виталий? Или Сергей? Павлович? Ты придвинься к нам, а то жуешь все его. Ничего. Считаешь так? Вложи тогда, может быть, жубу. Пишет тогда мужчина. У меня неудачно так. Браво. Вы наряду подвидите? Конечно. Господа президенты, напрягите изо всех сил свои математические способности. Хотя с утра в понедельник это нелегко. Кого другого можно было бы попросить заодно напрячь и совесть, и чувство долга. Но это все, как известно, у вас постоянно напряжено. Разбуди вас хоть ночью, ваша первая мысль о судьбах Родины. То есть в некотором смысле о судьбах людей, граждан, которые, как вы на два голоса обещали, должны становиться все больше и больше. В результате мудрой демографической политики. Пишут как бы с насмешкой над президентом, над всем. Ваша работа-то разве о деньгах, разве о футболе, олимпиаду устраиваете. Вы посмотрите, что со страной-то делается. Самое главное с детьми. Где-то о детях речь идет. Ни от двух, ни от трех. До пяти миллионов, которые не знают, где ночевать. Которых раздирают начальство. Которые наркотиками занимаются дети. И дальше делают страшное сравнение с временами Первой Отечественной. А Первая Отечественная война когда была? В 1812-м, Наполеон. Почему не было беспризорных? Вопрос состоит один. Почему? Как обухом по голове. Ты сразу понимаешь, люди-то другие стали. Там кого-то поубивало, как Лев Толстой пишет. Ребенок один остался, его забирает. Кто-то крестный допоит, докормит. Сейчас никому не нужны. Слушайте внимательно. И он будет сейчас ссылаться на великих людей. Казалось бы, проще простого. Из того, сколько стало, вычесть сколько было. Но это только с деньгами легко. Хотя и совсем наоборот. Ты достаешь из кармана и видишь, сколько стало, и с грустью понимаешь, сколько было. А люди, они же не лежат у вас в кармане. Они мечутся, как угорелые. Особенно дети. Особенно беспризорные. Если математические способности уже проснулись, начинаем сеанс заботы о детях. 16 ноября 2000 года. Цитата. В России от 2 до 5 миллионов беспризорников. Детей сирот больше, чем их было после Великой Отечественной войны. В мае 1945-го их было 678 тысяч. Теперь 720 тысяч. Данные конференции «Беспризорные дети. Защита и забота». Никто не знает, сколько. Между цифрой, которая называют и которая есть, разница в 50 раз. Вообще. 26 декабря 2001 года. Цитата. «Данные о 3 миллионах беспризорных детей в России необоснованные», заявил министр образования Филиппов. «По его словам, общее число беспризорных детей в России не превышает 90 тысяч». 19 февраля 2002 года. «Число беспризорных детей в России приближается к 3 миллионам», заявил заместитель генерального прокурора России Эр Макаров. 30 мая 2002 года. «Ежегодно на 100-130 тысяч увеличивается в России число беспризорных детей», данные обнародованы на заседании в Госдуме. 18 декабря 2002 года. Цитата. «Число беспризорных детей превышает 100 тысяч, а безнадзорных детей около миллиона». Данные счетных балладинами. «Да да, не о чем идет. Хотят с ними, что хотят делать». 22 ноября 2003 года. «Число беспризорных детей в России по сравнению с прошлым годом снизилось более чем на четверть и составляет менее 100 тысяч». Заявление вице-премьера Российской Федерации Галины Кариловой. 28 апреля 2005 года. «Число беспризорных и безнадзорных детей в России за последние годы превысило послевоенный уровень и приближается к 4 миллионам», заявил заместитель генерального прокурора Фактической Федерации Фрединский. «Он добавил, исходя из цифр статистики, мы оперируем количеством примерно полтора-два миллиона беспризорных». «То есть, а разные США цифры?» «Но данные статистики не в полной мере отражают реальность. 1 июня 2005, день защиты детей, цитата. «Россия переживает сейчас третью после гражданской и великой отечественной войны в полну беспризорности». «Он не может сидеть, подожди, минутку. Он не понимает, о чем речь идет. Сядь там спокойно с одной стороны. Этому с этой стороны посади. Иди туда». «Как шилок на ты ему воткнул?» «Вот начинает вертеться, крутиться. Какое состояние?» «И у них сострадания вообще никакого нету». «Я не говорю о сегодняшних детях Сирии. Вспомните, как они там живут». «Показывать на дороге. Сидят мальчик и девочки. А что, здесь танк останавливался? И обедали они. Крошки выбираются из песка». «Вообще ничего нету. Отца мать убили. Дом разбомбили. Бабок, дедок никого нету». «По самым приблизительным подсчетам в стране более 700 тысяч детей Сира. Два миллиона неграмотных подростков. Более шести миллионов детей находятся в социально неблагоприятных условиях. Не получают необходимого воспитания и образования. Около четырех миллионов подростков употребляют наркотики. Два миллиона ежегодно подвергаются различным видам насилия». Заявление главы МВД Нургалиева. «Поприкинь, это все. Это на любого падет. Помни об этих детях и благодати. У нас такой преизбыток высказать невозможно. Все абсолютно есть». 22 февраля 2006. «Число беспризорных и безнадзорных детей свыше 715 тысяч». Заявление министра Зурабова о Государственной Думе. Он добавил, что число беспризорных, цитирую, «сократилось в России за последние два года приблизительно на 157 тысяч». «А мы добавим, что умение Зурабова считать бедных и беспризорных высказали бы считать его идиотом, если бы не его великолепное умение считать деньги». «11 мая 2007. В России более 730 тысяч беспризорных». Заявление главы МВД Нургалиева. «26 марта 2008. В России около миллиона детей беспризорников». Заявление депутата Государственной Думы Лизулиной. «Ужасающее вранье. Вранье совершенно безнравственное, поскольку касается детей их жизни. А высшие государственные чиновники жонглируют числом детей, как вы, господа президенты, курсом доллара». Оцените разброс данных. «От 90 тысяч до 5 миллионов. 50 раз похоже на данные о потерях за годы Великой Отечественной войны». «Сталин назвал 7 миллионов. Хрущев 20 миллионов. Брежнев 22 миллиона. Горбачев 28 миллионов. Некоторые убеждают 30-35 миллионов. И никто не знает, сколько лежит непохороненных к западу от Москвы. И все же расхождение между сталинским минимумом и диссидентским максимумом 5 раз. И это статистика времен войны, под бомбами, в эпоху полевых телефонов и азбуки Морзе. У нас в мирное время, в эпоху компьютеров, разница в подсчете потерь достигает 50 раз». «50 раз. Один брет столько 100, а другой 5 миллионов. И это понимают, что для чего он мешает и мешает. Все нормально. Кормить нещем». «Один из вас, господа президента, а именно президент Путин, 14 января 2002 года, приказал, цитирую, «принять незамедлительные меры по решению проблем детской беспризорности». «А встречаясь с женщинами в канун 8 марта 2002 года, сказал, «Сегодня страна переживает третью волну беспризорности после гражданской и второй мировой войны». «В свое время в письме президента под названием «По уши в волне» мы уже задавали вопрос, что это за изящное выражение «третья волна». Выходит, отечественная война 1812 года не дала волны, и первая мировая не дала волны. Потери и тогда были огромные, но сироты не оказались на улице. А сейчас волна вообще без войны. Но главное, конечно, суть. В России по меньшей мере сотни тысяч беспризорных и абсолютно беззащитных детей. И положение это не меняется годами, даже несмотря на приказы президента. Другой из вас, а именно президент Медведев, в минувшую пятницу заявил на коллегии МВД, цитирую, «760 тысяч детей в России живут в социально опасных условиях. В прошлом году свыше 120 тысяч пострадали от преступных деяний. Потрясают даже цифры, не говоря о том, что пришлось этим детям перенести». Жестокость ужасает. Правда, цифры потрясают. Правда. Но на эти цифры нельзя опираться, и мы не знаем, что государство делает для спасения собственных детей. Не знаем, сколько оно тратит на эту работу. И уже тем более не знаем, сколько тратит в расчете на беспризорную детскую душу. Беспризорную детскую душу. Потому что одно дело делить на тысячи, а другое на миллионы. Даже не поймешь, при каком подходе удобнее воровать. Есть цифры гораздо более точные. Государственная компания «Газпром» тратит 100 миллионов евро в год на «Зенит». Три десятка футболистов, массажистов, поваров. Но это хотя бы свои, питерские. Государственная компания «РЖД» тратит на «Локомотив» 30-40 миллионов долларов. А еще госкомпания «Газпром» тратит 25 миллионов евро в год на то, чтобы на груди немецких футболистов из команды «Шальки-04» была буква «Ж». Логотип «Газпрома». На грудях любимой команды сперва Гитлера, потом Шареллера. Команда так себе средненькая, чтобы не сказать паршивенькая, успехами не блещет, но ваши спортивные симпатии, господа президенты, ваше личное дело. Хотя нет ни малейшей уверенности, будто этим «Шалькалом» логотип «Газпрома» прибавляет зрительских симпатий после всего, что вы устроили этой зимой всей Европе. Впрочем, симпатии, антипатии болельщиков «Шальки-04» не наша печаль, наша печаль. Беспризорники, сироты, больные дети, нуждающиеся в операциях за границей, потому что вы, господа президенты, даже в жирные годы не построили обещанных детских больниц. А теперь ясно и не построите, господа президенты, деньги государственных корпораций должны тратиться на самое важное. Решите, что для вас важнее – махать флажком на стадионе в случае отнюдь не гарантированной победы или… Кстати, мы ничего не знаем, что там, ну вот рядом, возьмите голос или… Речь о детях идет. Кстати, мы ничего не знаем, сократились ли за месяцы нарастающего кризиса расходы на ваше роскошное содержание. Если бы мы были проникнуты тем духом, который Господь дал, мы бы сегодня ели с опаской. Господи, а как же эти дети? Речь идет не о двух человеках. Где они беззащитные? Что с ними делают? Кто? И я что имею? Такая защита, родители, обстиранные. И между нами еще какое-то недовольство бывает. Это что такое? Ты прониклись этим, и тебе уже кусок хлеба покажется не такой сладкий. А почему я не поделился? А как найти этих людей? Как им помочь? Хотя в молитве вспомни. Напоминаю о сегодняшних детях-сиротах брошенных. О детях в Сирии особенно, особенно наглядно показывают их. И вы никогда об этом не рассуждаете ничего. Подевают, сидят, как будто никогда бессмертные. То есть прошибить вас ничем нельзя. Речь-то идет о миллионах наших соотечественников, которые не в деревне. Это все в деревне беспризорно. Любой накормят их. Речь идет о хороших городах, куда люди жмутся. Как это все перед Богом? Как прошел мимо. Израненный, беспризорный. Пошел дальше. Прича-то, она живая сегодня. Где этот самарянин? Кто поднимет на Аслана машину? Кто отвезет в гостиницу? Кто даст два диналия кормить будет? Они не знают, куда деньги девать. Яхты покупают. Абрамович опять купил какой-то там за 3 миллиарда или сколько. Ему никогда не пережить. Это не нужно совсем. Но мы-то о себе должны знать. Ты никак не ложь. Но на молитве хотя бы вспомнил. Есть начал когда. Посмотри. У него нет даже ложки. У него не молока, нет. То, что мы имеем. Хлеба у нас в воду. Сухарей. Морковка лежит. Зелень разную готовим. Ягоды собираем. Варенья полно. Из города нам присылают. То одно, то другое. И как будто на нас все заключается. А люди там в каком положении. Сегодня он... Его просто и тянут, и все. Я не знаю, какой-то фильм был. Какое его название. Там маленькие ребятишки наводили сами порядок-то. Как он называется? Все надо зарядить, оно высветится. Маленькие дети, беспризорники. Ну, над ними там начальствующий. Такой спецназовец. И вот он приходит там богатый. Им деньги-то сунул ей. Он смотрит, а сидят они киностат. Вот эту девочку. Он ее забирает к себе. Пузачик. Детки называется. А? Детки фильм называется. Да, Детки. Детки, Детки. 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 Детки, да. Детки, Детки. Посмотрите. Дети сами. Они учатся у него всяким приемом. И они им устроили по ножовше. Ну раз, завязали. Это, которое дает детьми, торгует и едет туда же дорога. Они буквально все потрясли. Милиция ничего не может. И этот сын-то милиционер тоже у них оказался. И они на вокзале везде объявляют такой-то где-то. И тот человек не знает, куда спрятаться. И прямо на вокзале режут их. То есть правитель, милиция ничего не делает. Дети сами взяли за ножи. Навести порядок. Это тоже не выход. Ну ты-то верующий. Ты что ж на молитве стоишь, качаешься, спишь. Пробудни ночью. Хотя бы маленькую молитву соверши. А дети в беспризорниках. Над которыми творится всякое насилие. Они за нами смотрят. За нами сказал. Ребенок там лопух потащил. Зато я угнетаю его и всякое. Мы сами себя обеспечиваем. А мы могли бы их принять? Не знаю. В лагерь я принимал. Привозили из детдомов и прочее. А так как? Его никто не даст ребенка. Я договаривался там из детдома такого-то 50 ребятишек привезти. Все. Власти узнали, не допустили. Вот и приехала со своими. Вот. Все. Любыми путями не дать. Тут еще что? Что могли бы люди, и есть которые желали бы, они сделали все, чтобы нас разгромить. Чтобы мы не могли этого сделать. Это я считал сейчас. Московский комсомолец. 2009 год. 11-18 февраля. 11-18 февраля. У нас за неделю одна газета. Острова была. Пятая страница. Какой год стал? 2008. Девятый. 2009. Ну, девять лет назад. Девять. И ничего не меняется. Я в милиции, интересно, разговаривал. Ну, связи остановились. Я начальник. Он генерал-майор. Я говорю, вот такая. Такие дамы потерялись. Эти дамы, для кого не известно. Я говорю, потерялись 50 человек. Он говорит, 150 тысяч. Совершенно без следа исчезли. Вот и все. Это только те, которые знают статистику. Ты вспомни о них. Над которыми издеваются, творят все, что хотят. У которых ничего нету. У них отняли насильно. И тогда тебе вот это вот между собой. Вот так и приехали, уже на другой день уже подрался. Уже на другой день. Собирать ягоду. Он там кумыркается, ягоды давят. То есть мы не можем войти в реальный этот мир. Мир страданий. А от нас требуется сострадание. Ближний возлюбив как самого себя. Кто бы, Павел говорит, соблазнялся, за кого я бы не воспоминялся. Это все его касается. Но тогда этого не было. Вот у нас лагерь назывался «Все эксперимента Анкирского». В 312 году он был казнен. Ну, за пять лет уже до конца гонений. Голод был в Галате. Дома есть вещи. Родители выносили детей, где перекресток дороги выбрасывали. А он, матью не умерла рано, ее подруга, богатая одна христианка, она взяла его. И он этих детей находил и приводил к крещению. И вот интересно, когда считаешь, ну, мать такая хорошая. Ну, хорошая умерла. А в житии Климента Анкирского она умирает. Подзывает сына, он стоит и она ему говорит, ну что, как ты будешь жить? А у нее только одно, сынок. Я ухожу. Я в хорошие руки тебе передаю. Отец твой умер, когда ты еще в люльке лежал. Сынок, ты знаешь, я твоя мать. Мне так охотно быть матерью мученика. Будь проповедником, будь миссионером. Никому не уступай. И я буду матерью мученика. Тебя казнят. И она вымолила у Бога. За всю мировую историю не было человека, который перестрадал физически. У него, говорит, части тела не было, которое ему принадлежало. Это заново наросло. Его рвали, терзали, пытали. Пики на пики на мечи. Он проходил, говорит, сквозь органы внутрь и с обратной стороны. И Господь все излечил его. Двадцать, кажется, в девять лет страдал только. Три императора умерли. Климент Анкирский. Вот, в честь его мы назвали и спросили благословение, и многие русско-православные зарубежные церкви. Вот. Ну, ты слышал, Климент Анкирского? Ты таким быть не можешь. Ну, хотя воздохни маленько, когда говорят-то. Даже вот сейчас об этом говорю, о таком страшном положении. И то, какая скукота у вас. Ты дрогни. А это мог быть, и я мог. А почему? Какая гарантия? Да, меня окружают родные и близкие, батюшка. Завтра можно сделать так, что ничего не будет. Совершенно ничего. И что ты будешь делать? Я видел бомжей. Они двое объединились. Где кладбище? Вырыли себе, как могилу. Ветками прикрыли. Мы зимой пошли там и катались. И они один вылазил в другой. Мы сказали в редакции. Туда корреспондент приехал и стал с ними говорить. Ну, один такой, что... А тот... Ну, так случилось у него. Когда он был пленен там. Вернулся домой. Жена ушла. Мать умерла. Квартиру продали. Он вернулся. Сучит там другие... Другие хозяева совершенно. И он так вернулся. И теперь я тут не буду долго. Я все время, каждый день хожу, ищу работу. Помогаю где-то. Я тут складываю деньги. Я обязательно квартиру куплю. То есть этот человек самостоятельный. Ревностный. И Господь ему помогает. Он даже одетый не так, как этот бомж. А другой никуда-куда в теплотрассу. В теплотрассе там ясно, что будет. А другой его где-то не увидал. И говорит, слушай, Вован, а ты где был-то эти выходные на Новый год-то? Да какой-то гад КАМАЗ поставил, говорит, на крышку. Которая вниз идет. Чистый-то. А я как бы вылез. Ждал, когда каникулы кончатся. Сидел в теплотрассе. В Барнауле одного задержали. Он сам бомж. Бомжей ненавидел. Их приглашал к себе. И каждый день почти убивал и бросал. Бомжей истреблял. В Барнауле задержали там компания такая была. Они сведели, которые вот такие люди. И они их просто устраняли. И под эту лавочку попал какой-то корейский юноша. Учился здесь. Ну это на смене. Как их называют-то? Скинхеды? Да, да. Скинхеды есть, да. Скинхеды есть. Ну там разборки были на высоком уровне. Для родителей как. А они ничего не делают. Банды гуляют. Там такой мальчишка. Талантливый был. Там тоже из другой местности. А они бьют, они русские. Они просто тут же кинулись на него. Он отбивался. А что сделаешь? Их 15 человек-то. И они его тут же убили в вагоне. У них были крышки. А это мог быть я. Меня тоже задерживали. На меня тоже покушались. А Господь спас. И я помню об этих. Помни. Плащи с плащущими. А радуйтесь с радующимися. И твоя христианская жизнь будет совершенно другая. А почему у меня ничего не получается? Потому что эгоист. Ты вот это вот прочитали сейчас, Дель. И они в 50 раз варьируют эту цифру. И помни о них. Молишься. Дома бываешь. Работаешь. А сколько людей, которых ничего нет. Я ложусь спать. Ко мне пальцем никто не прикоснется. А ее любой. Она девчонка знать не знает. Ее любой бродяга тащит и насилует. Говорит ужасно даже. И мы не помним их. Почему? Я прошу. Выслушали вот эти данные. Такие собрать количество. Кто выступал в Думе. Какой Нургалеев, МВД и прочее. Вам понятно это? Цените родителей. Цените, что у вас есть дом. Про одну женщину она осталась без всего. Где-то на картоне лежит. И говорят. Вот самый тяжелый момент у вас. Когда был. Вечером. Когда я иду. И бывают шторки не закрыты. Я вижу, как люди постель свою разбирают. И у меня была постелька своя. Я все время благословляю постель. Ее может завтра не быть. Где-то на вокзале. Тебя там хватают. Тащат. Все это вовшах. Вот такие статьи, они очень трогательные. Притом цифры потрясают. Так меньше ста тысяч они не называют почти. Тысяч. Это все нормально? В мирной обстановке. Я касался этого вопроса. Я как мог говорил. Обращался в детские. Ну на лето только. Я на все время это не мог. Месяца на два. И то не давали. Проверяли. Смотрели. А, верующий. Нет, нет, нет. Нет. Ну а не верующий. Вот плоды какие есть. Мы за стола не вывезли еще. Давай. И поблагодарю. С Богом. С Богом. А вы ниже меня скоблю. И чтобы мы не были замечательными. Господи. Слава тебе. Ибо нет иного Бога, столь любящего, составлятельного. От тебя не сокрыта ни одна душа. Ибо ни две, ни малые птицы продаются за осари. Будь милостью к нам. И волос с головы не падает без твоего ведома. Обрежь страданий этих покинутых одиноких бездомных. И правители пробуди. Устраши, что и их дети могут оказаться в этом положении. Будь милостив к нам. Благодарю тебя за столь великое богатство. В таком изобилии мы находимся. Благослови этих детей. Сердце их сделай сострадательным, бедственным, которые не рядом с нами. Мы так нуждаемся в этом. Умягчи наши сердца, чтобы и в ночной молитве мы помнили о тех, которые не рады самой жизни. Тебе, Господи, слава. Тебе хвала, Тебе счастье и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Бога слава. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Аминь. Аминь. Спасибо. Спасибо.